МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ближайший час мы поговорим с вами о залоге успеха во всех делах, кто же самый важный на дороге, алкоголь или здоровье, как смотивировать себя или близкого человека, сделать этот непростой выбор зачастую. Кроме этого, деловая игра таланты Якутии, кто же в нем участвует и зачем. Но это еще не все. Меня зовут Мария Павлова, и я рада вас приветствовать в этой студии. Оставайтесь с нами, будет интересно. Зимушка-зима уже уверенно вступила в свои права на территории Якутии. Так что одевайтесь теплее, не забывайте про шарфы, шапки и теплые носки. Синоптики сегодня прогнозируют метель в Алданском и Нерюнгринском районах. Ожидается снег, порывистый ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. А более точный прогноз погоды прямо сейчас на канале НВК САХА. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Центральных улусах в 6 часов утра сегодня температура воздуха составила минус 6-10 градусов, днем минус 4-8. В Заречье минус 6-12 утром, до 8 градусов ниже ноля днем. В Южных улусах минус 6-7 утром, днем минус 5. В Вилюйской группе улусов минус 8-11 в 6 утра, минус 2-4 днем. В Нижнеленской группе улусов минус 6-8 утром, днем чуть теплее, минус 5-4. В Западной группе улусов до 12 градусов мороза утром, днем минус 2-5. В Колымо-Индигирских улусах минус 3-13 в 6 часов утра, минус 3-9 днем. В Янских улусах минус 10-16 утром, 7-13 ниже ноля днем. В Северо-Западной группе улусов минус 3-9 утра, минус 5-9 днем. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 8 градусов ниже ноля. Атмосферное давление 750 миллиметров втутного столба, ветер северный 3-8 метров в секунду. Днем ожидается минус 5-7 градусов. Напоминаю вам наш Ватсап номер 8-914-279-22-62. Мы для вас работаем в прямом эфире и ждем ваши приветы, поздравления, пожелания, вопросы. Нашим гостям также отправляйте свои утренние новости с фотографиями. Самые интересные мы покажем и расскажем всей республике. Сегодня 21 октября богат на исторические даты. Так, именно в этот день, в 1721 году Россия стала империей. 121 год назад, 21 октября, был основан один из крупнейших вузов страны – Дальневосточный государственный университет. В 1994 году в этот день была учреждена ежегодная российская национальная телевизионная премия «ТЭФИ». А в 1936 году в Ленинграде началось троллейбусное движение. Ленинградцы сразу полюбили поездки на рогатых автобусах. На них катались взрослые дети, а молодые люди катали своих девушек на троллейбусах вместо похода в кино и кафе. Алроса выставила на онлайн-аукцион для частых клиентов 33 эксклюзивных бриллианта, передает телеканал «Якутия-24». 33 крупных бесцветных и цветных бриллиантов весом до 31 карата, включая несколько редчайших розовых экземпляров. Сегодня день разноцветных зонтиков. Хоть у нас уже и не покрасуешься зонтиками, но полюбоваться ими-то мы можем. Немного интересных фактов об этом аксессуаре. Одним из первых популяризаторов зонта как мужского аксессуара стал писатель Даниэль Дефо, чей герой Робинзон Крузо смастерил себе зонт из козлиных шкур. После этого долгие годы солнечные зонты в Англии называли Робинзонами. У китайского императора зонт был четырехэтажный, у короля Сиама – семиэтажный. Для египетских фараонов зонтики изготавливали из пальмовых листьев и птичьих перьев. Подходящий материал, если помнить, что зонтик защищал фараонов не от дождя, а от солнца. Вот такие вот интересности. Организм человека не способен полностью пробудиться по звонку будильника. И даже в тот момент, когда вы уже поднялись к кровати, все внутренние органы и системы продолжают отдыхать. Во время сна замедляется циркуляция крови, затормаживается метаболизм, снижается умственная деятельность. Организм человека просыпается значительно быстрее и активнее, если была совершена даже небольшая зарядка. После физкультуры активизируется кровообращение, все органы и ткани начинают активно просыпаться, насыщаться кислородом, ощущается прилив энергии, улучшается самочувствие. И давайте прямо сейчас взбодримся вместе с тренером Леной Васильевой. Утро, друзья! Сегодня мы с вами сделаем утреннюю зарядку с применением функционального тренинга. То есть мы включим с вами упражнения, которые помогут вам поддержать свое тело в тонусе. Итак, поехали! Сделаем, поставим ноги на ширине плеч, подтянули живот, спина ровная. Сделаем вдох глубокий и выдох. И еще раз. Вдох, выдох. И еще раз. Вдох прямо на носочки и выдох. Хорошо. Руки на пояс и делаем повороты головой. Раз, два. И вперед, назад. Раз, два. Вперед, назад. И еще раз. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! Следующее упражнение на разминку спины, да, конкретно. Раз, два. Раз, два. Вдох, вдох, выдох. Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, руки, угол прямой. Мы делаем аккуратно повороты в сторону. Раз, не отрывая пяток. Два. Пресс подтянули. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще четыре, три, два. Отлично! Следующее упражнение. Ножки у нас в таком же положении, руки точно так же. Делаем с вами скручивание. Вверх. Сильно колено можно не поднимать. Главное, чтобы у вас было движение, да, локоть, колено. Локоть, колено. Напоминаю, делаем все в хорошем настроении. Самое главное правило отжимания – это как можно более естественная постановка рук и движения. Никаких разворотов туда и вот в таком положении. Давайте в проекции. Наши руки находятся вот в таком положении. Плечи смотрят по диагонали вниз. С колен. Оставляем руки. На вдохе опускаемся. На выдохе поднимаемся. Поехали. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Делайте от восьми и выше. Ой, не могу больше. И последний раз. Отлично. Потянулись назад. Мы с вами закончили утреннюю зарядку. Я вам желаю всем отличного дня, хорошего настроения и будьте всегда на движении и позитиве. Хочу присоединиться к пожеланиям тренера. Надеюсь, вы взбодрились. Уже мы продолжаем наш эфир. Сегодня 21 октября. Благоприятный день для решения многих задач. Это я прямо сейчас продолжу. А пока хочу зачитать поздравления. Поздравляем любимую сестру Светлану Егоровну. Отличника по требкооперации. Мамы четверых детей, внуков. С днем рождения. Желаем доброго здоровья, успехов во всем. И всегда долгой счастливой жизни со своим любимым супругом Романом Васильевичем. Родные из села Рассолода, Мегина Конголасского, Улуса, Яковлевы. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Также, пользуясь случаем, хочу воспользоваться служебным положением. Поздравляю свою любимую мамочку, Колодезникову Альбину Николаевну, жительницу села Устата. Мамочка, я тебя люблю и желаю крепкого здоровья. Продолжаем эфир. Сегодня, как говорят звезды, будет возможность узнать новое и полезное. Появится отличная возможность найти надежных союзников и хороших помощников. Это был краткий гороскоп на сегодня. Что же еще нашептали нам звезды для каждого знака зодиака прямо сейчас? Овны. Не поддавайтесь давлению извне, не меняйте своих намерений, потому что так будет кому-то удобно. Придерживайтесь своего курса. Тельцы. В вашей жизни возможен переезд, и даже если вы на данный момент выступаете против него, то скоро поймете, что это была хорошая идея. Близнецы. Сегодня можете получить предложение, которого долго ждали. Звезды благословляют сегодня вас на разрушение стереотипов. Раки. Сегодня вы так легко сможете радоваться мелочам. Подумайте, не забыли ли вы о своих друзьях, когда в вашей жизни появилась любовь. Звезды говорят, что кто-то на вас обижается. Львы. Сегодня можете посетить отличное мероприятие, которое сможет вас как-то вдохновить и поспособствует собственному развитию. Где вы? Что ж тут долго думать? Отвечайте «да» и чаще балуйте себя. Начните прямо сейчас. Весы. Сегодня можете увлечься чем-то одним настолько, что не заметите, как и день прошел. Обращайте внимание на знаки судьбы. Звезды подсказывают вам правильный путь. Скорпионы. Подходящий день для вас, чтобы понять, в какой сфере деятельности вы себя видите. Чтобы сегодня не случилось, не выдавайте собственных эмоций окружающим. Стрельцы. Если не упустите возможность, то сегодня сможете заработать уважение коллег. Если получите какое-то предложение, не отвечайте сразу. Вы должны подумать. Козероги. Человек, который теперь находится рядом с вами, очень сложный, но именно он заставляет вас чувствовать себя любимым. Поэтому не бойтесь подарить ему ключ от вашего сердца. Водолеи. Если кто-то уже давно стучит к вам в дверь, и вы все притворяетесь, что вас нет дома, то сегодня вам следует открыть эту дверь, потому что в нее может войти кто-то очень добрый и хороший. Рыбы. Сегодня подходящий день, чтобы совершить какую-нибудь маленькую глупость, которая доставит вам много радости и не вылезет боком. Вот такой вот гороскоп на сегодня. А далее небольшая рекламная пауза, после которой мы обязательно увидимся. Нас ждут гости, подключения, сюжеты интересные. Так что оставайтесь с нами, будет интересно. В торговом доме «Сербеке» супер-грандиозные скидки. Только в июле. Только для вас. Торговый дом «Сербеке». Компания «Денежный поток» предлагает новый займ. Легкий. Теперь ставка от 0,5% в день. Всего по двум документам. Одобрение за 15 минут. Точки выдачи по всей республике. Наш адрес. Улица Дзержинского, 11. Первое крыльцо, третий этаж. По статистике, 80% пожаров в лесах происходит по причине неосторожного обращения с огнем. Не допусти пожара в лесу. Береги лес от пожара. Особо охраняемые природные территории – наше природное богатство. Это дом для многих видов животных и растений. Лесные пожары возникают от небрежного обращения с огнем. Берегите лес от пожара. «Алроса» помимо налогов и дивидендов ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутия. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом «Алроса» вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. «Алроса» – якутская компания. Еще раз доброе утро. Вы смотрите «Новый день» на телеканале НВК «Сахай». Прежде чем представить нашу первую гостью, я предлагаю вам посмотреть небольшой ролик. Прокуратура Республики Сахай-Якутия и Общественная палата Республики Сахай-Якутия разъясняют. Употребление алкоголя в семье даже низкоградусного и только по праздникам подсознательно и навсегда формирует у ребенка представление о его безопасности. Даже в малых дозах алкоголь существенно ухудшает здоровье, умственные и физические способности человека. Ежегодно в состоянии алкогольного опьянения совершается до 47% преступлений. Только 4% из них совершены злоупотребляющими лицами, остальные – выпившими по случаю. Опьянение может признаваться обстоятельством, отягчающим вину. Поднимая рюмку или бокал, помните, что вы не только сокращаете успех своей личной жизни и жизни ваших детей, но и рискуете совершить преступление или стать его жертвой. Откажитесь от употребления алкоголя. Получайте удовольствие от общения, путешествий, литературы, культуры и искусства. Выберите свой путь здоровой, разумной, успешной и счастливой жизни. Почти треть преступлений в нашей стране совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Зеленый змей является одной из самых частых причин разбитых жизней и судеб. Прокуратура Республики объявила телевизионную акцию «Жизнь без алкоголя. Залог успеха». Об этом нам расскажет наша утренняя гостья Ирина Геннадьевна Машкова, старший помощник прокурора Республики по правовому обеспечению, старший советник юстиции. Доброе утро, Ирина Геннадьевна. Расскажите, пожалуйста, что послужило толчком для объявления этой акции? Как вы уже сказали, ежегодно одно-третье преступление, а чаще и больше, каждое второе преступление у нас совершается в состоянии алкогольного опьянения. Это, безусловно, не может не волновать ни нас, ни правоохранительные органы, потому что до 70% причинений вреда здоровью совершается в таком состоянии, до 90% убийств. С 2012 года, то есть уже на протяжении 8 лет, Республика входит в число 10 регионов с наибольшим удельным весом этой категории преступлений. Статистика удручающая. Многие лица, совершающие преступления, после того, как они пришли в себя, они говорят о том, что никогда бы не совершили преступление, если бы не алкоголь. Кроме того, с 2015 года в Уголовный кодекс введена статья 264 прим. 1, которая предусматривает привлечение к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, у нас это достаточно частые случаи, и поэтому вот эта преступность алкогольная, она у нас растет. Кроме того, если в результате ДТП есть пострадавшие, значит, причинен серьезный вред здоровью, по неосторожности виновникам, которые были в состоянии алкогольного опьянения, он тоже несет уголовную ответственность уже там с максимальным сроком наказания до 7 мили от лишения свободы и с лишением, естественно, права на управление транспортным средством. Поэтому вот эти тяжелые обстоятельства вынуждают нас, безусловно, возвращаться к этой теме и заниматься ее профилактикой. А вот на ваш взгляд, в чем же причина этой алкогольной преступности, в чем истоки? Да, всему виной, безусловно, алкоголь и, к сожалению, наше отношение к нему. Ну, мы так воспитаны с детства, да, что, ну, пить много, да, это плохо, но вот чуть-чуть по празднику, на праздник вроде как и не страшно. И это с детства дети видят, да? Самое страшное, да, что, как бы, мы и сами так росли, да, и, к сожалению, сейчас так дети растут, что нередко они алкоголь-то пробуют уже непосредственно в семье, да, по праздникам. И у них, безусловно, формируется подсознательно мысль о том, что это не опасно, о том, что алкоголь – это атрибут праздника, хорошего настроения. А между тем, алкоголь-то – это яд, и это научно доказано, и его очень негативное влияние, как на деятельность мозга и других, значит, органов человека, да. И бытует мнение, что у нас эта проблема только лиц злоупотребляющих, да, но на самом деле это не так. Так, большинство людей, значит, совершают преступления, ну, выпив по случаю, или выпивают время от времени. А как-то возможно на это повлиять, на ваш взгляд? Да, безусловно, следует сказать о том, что 64% лиц, которые совершают эти преступления, это безработные граждане, да, и следует сказать о том, что это не люди без определенного места жительства, то есть у них есть дом, у них есть семья, то есть в этом числе могут оказаться наши соседи, знакомые, родные, близкие, да, и, безусловно, мы должны, можем и должны на это влиять. Большинство этих преступлений совершаются в семейно-бытовой сфере, да, когда даже в любой дружеской компании может возникнуть ссора, и, как правило, это и происходит, и тогда человек оказывается в ситуации, либо он, либо его, и неминуемо становится либо преступником, либо становится жертвой преступления. И чтобы вот не попадать в такие ситуации, да, безусловно, как бы этой теме нужно уделять внимание, нужно достучаться до людей и, ну вот, каким-то образом влиять на вот эти все причины, условия и обстоятельства. А вот акция «Жизнь без алкоголя. Залог успеха» объявлена вами. Как она будет проходить и какой же эффект вы ждете от нее? Как я уже сказала, значит, у алкогольной преступности есть, так называемые, основные причины, да, это безработица, это отсутствие досуга, это, ну вот, как я уже говорила, воспитание людей, да, в каких-то случаях это злоупотребление алкоголем. И вот для того, чтобы повлиять на эти причины, значит, все органы государственной власти, правоохранительные органы, мы являемся совместно субъектами профилактики, и органы власти, они обладают информацией, которая, если ее донести до людей, она позволяет исключить вот эти причины и условия. Поэтому мы, значит, инициировали проведение такой акции и пригласили к ней вот все заинтересованные ведомства, в которых, значит, они вот донесут, на наш взгляд, вот эту необходимую для людей информацию, и тем самым мы постараемся способствовать, значит, тому, чтобы люди не попадали в такие ситуации. А какие это ведомства? Ну, безусловно, это правоохранительные органы, это Министерство внутренних дел, безусловно, это органы власти республики, такие как, значит, Министерство здравоохранения республики, значит, которое расскажет о вреде алкоголя. Это Министерство предпринимательства и госкомзанятости, которые расскажут нам о том, что как найти работу, да, что занятость – это не только непосредственно трудоустройство по найму, да, это еще и правоношление предпринимательской деятельности, это самозанятость, это надомничество, да, то есть вот они расскажут о том, значит, как организовать свое дело, какие льготы и гарантии есть у граждан, начинающих предпринимателей, да. Минздрав, безусловно, расскажет о том, как получить бесплатную наркологическую помощь, если это необходимо близким, родственникам или непосредственно самому человеку. Значит, Министерство труда и социального развития, мы попросили их осветить вопросы о льготах и гарантиях, которые есть у людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Значит, Министерство культуры и Министерство спорта должны осветить ту досуговую работу, которая проводится в районах республики. Хочу привести вот один пример, например, в Чоровчинском районе на снижение алкогольной преступности повлияло элементарное создание мужского хора, когда людей заинтересовали каким-то определенным делом, и люди, так скажем, переключили свое внимание на другой вопрос, и это очень существенно повлияло на ситуацию. Сама акция пройдет сначала у вас на телевидении, на канале «Новый день», вечером на якутском канале «Талбан». Затем эти выступления пройдут у нас на радио, они будут опубликованы в республиканских печатных и электронных средствах массовой информации. Кроме того, все эти материалы у нас, и тексты выступления, и видео выступления, и наглядные материалы будут размещены на сайте Министерства по делам молодежи как координатора программы профилактики. И, кроме того, мы надеемся с привлечением органов местного самоправления разместить наглядную социальную рекламу с QR-кодами, которые будут отсылать к этим материалам. Спасибо большое, Ирина Геннадьевна. Мы желаем вам успехов в проведении этой акции, нам и вам, чтобы мы действительно по итогу видели результат. Всего вам доброго и удачного дня. Спасибо. Достичь большего в делах и жизни так просто. Алкоголь проблемы не решает. Откажись от алкоголя сегодня. Дай шанс своему настоящему и будущему. Жить без алкоголя так здорово. Заботься о своем здоровье. Компания «Польза миру» поставляет средства защиты против вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Российское производство. Вся продукция имеет сертификаты. Рециркулятор бактерицидный закрытого типа рассчитан на 50-60 квадратных метров. Безопасен для человека. Блокатор дезинфицирует воздух вокруг человека. Этот картридж можно носить как бейдж. Срок действия с момента вскрытия 30 дней. Есть детские и взрослые для организации магазинов, школ и так далее. Маски медицинские в упаковках по 10 и 50 штук. Антисептики для рук объем 20 мл. Очень удобный, можно брать с собой. В нынешних условиях этот набор должен быть в каждом доме. Берегите себя и своих родных. А я хочу зачитать поздравления. Уважаемые наши любимые работники НВК. Новый день. С добрым утром. Отличного вам дня. Желают нам наши дорогие телезрители. Спасибо большое. Также еще одно поздравление. Дорогую нашу сестру, племянницу и тетю Евгению Шадрину. Поздравляем с днем рождения. Пусть все твои желания обязательно сбудутся. Будь счастлива, крепкого здоровья. Любим семья Винокуровых. Мы от всей своей утренней команды тоже присоединяемся к поздравлениям и всем теплым пожеланиям. Как же вырваться из плена зеленого? Возможно ли помочь близкому человеку сделать это? Поговорим вместе с заведующим отделением неотложной наркологической помощи республиканского наркологического диспансера Валерием Валерьевичем Алексеевым. Он на связи у нас со студией. Доброе утро, Валерий Валерьевич. Доброе утро. Валерий Валерьевич, вы нас слышите? Доброе утро. Говорите. Доброе утро. Говорите, пожалуйста. Так, сейчас наши техники будут проверять связь. А мы пока... Я пока зачитаю поздравления дорогого отца Николаева Сергея Николаевича из Нюрбинского улуса села Харула. Поздравляем с днем рождения, с исполнением 61 года. От всей души и сердца желаем крепкого здоровья, счастья, здоровья. Очень-очень любим. Ваша семья. Вот тут еще фотографии отправили дорогие режиссеры, уважаемые. Возможно ли поздравить? Вот семья Сергея Николаевича, которая от всей души поздравляет телезрителей. Так, Валерий Валерьевич у нас на связи. Нет еще, да? Ну, насчет алкоголя, да, тема сегодня, тема нашей передачи сегодня, да, алкоголь и наше здоровье. Ну, алкоголь сама по себе является психоактивным веществом, ну, которое уже воздействует на наши органы восприятия, на психическую деятельность, на психическое состояние, на поведенческие нарушения при употреблении алкоголя, да, потому что алкоголь, он очень даже проникает во все органы и ткани. В первую очередь, это, конечно, центральную нервную систему, которую прекрасно знаете, которая влияет на наши все поведенческие реакции, на нашу самокритику, на наше самочувствие, на наше отношение с окружающим миром, да, и вот поэтому и в связи с измененным состоянием при употреблении большого количества или малых дозов даже, да, при употреблении алкоголя совершаются эти преступления, да, почему именно совершаются именно в состоянии алкогольного обвинения? Потому что алкоголь, при употреблении алкоголя у нас в организме очень многое меняется. Это вырабатываются гормоны, эндорфины, дофаминовая система и в зависимости, конечно, коллерируется в зависимости от количества и качества выпитого алкоголя в организме. И, ну, клиника, клиника при употреблении алкоголя, это зависит, конечно, от возраста, веса человека, его эндогенных факторов, таких как обмен веществ и, конечно, меняется состояние с каждым употреблением алкоголя. И клинические проявления алкоголя, это, ну, стадиями меняется, да, по степени тяжести обвинения, да, при первой степени обвинения это эйфория бывает, при втором степени тяжести обвинения это уже меняется, критика человека, он становится агрессивным, раздражительным, грубым становится после употребления алкоголя. И, конечно, хочу сказать, да, вот, именно алкоголь вот меняется, да, есть легкий алкоголь, да, говорят, да, и крепкий алкоголь, допустим, если бытует мнение о том, что при употреблении легких видов алкоголя, то у нас в нашем состоянии в организме как-то как существенных изменений не будет. Нет, это самообман, это, можно сказать, маркетинговый ход при употреблении алкоголя, да, который продают, да, или даже при малейших дозах употребления алкоголя в нашем организме все равно изменения идут. В первую очередь, да, астральная система, печень, почки, сердце. А как можно менее болезненно отказаться от алкоголя? Вот зависимость, это же болезнь, как уже доказано. С чего начинать? И как вот можно смотивировать близкого человека, если он, вот, видим, что человек страдает? Так, Валерий Валерьевич, слышно нас? Ну, как алкоголь, алкоголь, ну, человека страдающего алкоголем, как узнать, да? И, ну, говорят, человек сам самостоятельно от алкогольной зависимости, от алкоголя бросить не может, да, почему это? Ну, человек сам контролирует, самостоятельно контролирует употребление алкоголя, он не может, да? Нарушается контролировать прием алкоголя, как, когда начинает. Спасибо большое, Валерий Валерьевич, за то, что этим утром подключились к нам, к нашему эфиру. Желаем вам всего доброго и результативного лечения каждого человека, который к вам поступит. А мы продолжаем наш эфир и давайте перейдем к более легким темам. Сейчас самое благоприятное время, чтобы заняться творчеством, рукоделием. И, как доказали ученые, это лучший способ для успокоения и релакса. За вышивкой, шитьем или вязанием можно упорядочить свои мысли, продумать планы. И я предлагаю далее посмотреть небольшой мастер-класс от мастерицы Юлианы Ким, у которой не голова, а целая фабрика идей. Покажу, как правильно остановить замок на сумку. Сначала нам нужно измерить длину нашего клапана. Мы берем сантиметровку, либранейку, что у нас есть. У меня получилось 21 сантиметр. Делим его на 2, примерно по 10 с половиной. Значит, в этом месте у нас будет серединка. Берем замочек. Вот у нас тут такое отверстие, мы должны в него вставить наш клапан. Можно делать это предельно аккуратно, чтобы не поцарапать сам замочек золотой. Чем плотнее, тем лучше. И сходить с тем, чтобы у нас замочек не съехал. Теперь мы берем маленькие шурупчики и начинаем их вкручивать в отверстие. Ужиряем. Берем плоскогубцы и аккуратненько открываем. Чтобы они стояли виткиками. Крабики должны пройти сквозь полотно. Берем решеточку. Примерно где-то посерединке вот так вот. Замочек наш зафиксирован. Открываем клапан. Проверяем замочек. Карабины открываем. Вставляем между рядами. Я обычно беру два ряда. Теперь цепочку возьмем. Благодаря тому, что на цепочке у нас тоже имеются карабины, установить их не так уж сложно. Далее будет небольшая рекламная пауза. После нее мы встретимся здесь в студии с участницей кадрового конкурса «Таланты Якутии». Также будет республиканская акция «Самый важный на дороге». И это еще не все. Так что оставайтесь с нами. Далее небольшой блок рекламы. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО «ДСК». Доступные квартиры по разумной цене. 33-13-28. АО «ДСК». АО «ДСК». АО «ДСК». АО «ДСК». Субтитры создавал DimaTorzok И вкладывает в свое дело частичку своей души, творчества, любви. Твой талант тоже ценит. Узнавай свои способности, развивай свои таланты, уверенно шагай в будущее. Алроса, помимо налогов и дивидендов, ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутия. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом Алроса вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. Алроса. Якутская компания. Розыгрыш 100 тысяч рублей от Аргиз Кредит. Копите деньги на мечту или возьмите деньги на срочные нужды и станьте участником розыгрыша. Купон участника выдается за пополнение или заим за каждые 30 тысяч рублей. Главный приз 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 3252-00. Осенний ценопад в магазине медтехники «Инфротерм» на бесконтактные термометры, дозаторы, рециркуляторы. А также в наличии трехслойные маски по 4 рубля. «Инфротерм». К нам продолжают прилетать ваши самые теплые поздравления. Дорогого любимого мужа Иванова Меркурия Егоровича поздравляю с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, будь всегда крепок, бодр и в хорошем настроении. С благодарностью за любовь, за теплые отношения, за нашу жизнь, супруга Людмила. Вот такое вот теплое пожелание. Далее у нас подключается следующий гость студии. Республиканский кадровый конкурс «Таланты Якутии» может стать отличной стартовой площадкой для продвижения по карьерной лестнице и развития талантов. Также это отличная возможность заявить о себе. С нами на связи участница этого года Мария Васильева, врач-эпидемиолог Якутской республиканской клинической больницы. Доброе утро, Мария. Мария, доброе утро. Доброе утро, Мария. Расскажите, пожалуйста, немного о себе и с какой целью решили принять участие в этом конкурсе. Меня зовут Мария Васильева. Я врач-эпидемиолог Якутской республиканской клинической больницы. Высшее образование получила в Северо-Западном государстве на медицинском университете имени Мечникова в Санкт-Петербурге. Во время учебы активно работала в Ассоциации молодежи Якутии в Санкт-Петербурге с Айды и участвовала в работе по спредству Якутии. Кроме того, во время учебы в интернатуре и работала в федеральной службе в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Роспотребнадзор. И после семи лет учебы вернулась на родину, потому что чувствует в себе большой потенциал для участия в жизни и развитии нашей республики. Что касательно деловой игры «Министр», неоднократно слышала исключительно положительные отзывы. История успеха финалистов мотивирует и вдохновляет. Игра проводится с 2009 года, и в этом году название было изменено на «Таланты Якутия». По результатам конкурса будут выбраны 300 финалистов, которые пройдут обучение, и 10 победителей. А самое главное, будут включены в резерв управленческих кадров республики Сахай-Кутия. А что же нужно, чтобы принять участие, и что вы ждете от этого конкурса? Принять участие могут студенты, молодые специалисты и руководители в возрасте с 18 до 45 лет. Для этого нужно заполнить анкету-заявку. Ссылку можно найти в шапке профиля в Инстаграм. «Я талант-2020». Но советую поторопиться, так как прием заявок осуществляется только до 26 октября. Не упустите свой шанс проявить себя и научиться чему-то новому. Мария, а вы уже знаете, какие задания будут? Что вас ждет во время конкурса? Я решила принять участие в конкурсе «Таланты Якутии» для того, чтобы проверить свои силы, знания и умения. Это возможность проявить себя, показать высокий уровень своих компетенций. Кроме того, всегда приятно познакомиться и работать в команде с умными, успешными молодыми людьми. Уверена, что опыт участия в конкурсе поможет мне определить правильный вектор развития и откроет новые горизонты. По поводу заданий, еще не в курсе, да, какие будут? Так, ваше пожелание, Мария, телезрителям, участникам? Так как ранее я не принимала участие в деловой игре, это будет моим первым опытом. Я желаю всем участникам удачи и честной игры. И пользуясь случаем, как врач, я желаю всем крепкого здоровья, берегите себя и соблюдайте базовые профилактические меры. Будьте здоровы! Спасибо большое, Мария, что этим утром подключились к нам. Мы желаем вам удачи на кадровом конкурсе, чтобы вы обязательно прошли до финала и получили тот результат, который ожидаете. До свидания! Всего доброго! Более подробно о конкурсе «Таланты Якутии» мы вам будем еще рассказывать в течение недели. Также в якутском блоке мои коллеги Джулус и Пелагеи тоже еще более подробно расскажут об этом конкурсе «Таланты Якутии». Далее небольшая рекламная пауза. Попробуй продукты на дом с бесплатной доставкой на Сбермаркет.ру. Более 70 любимых товаров по суперцене теперь в Якутске. Сбермаркет. Цены ниже. Доставка бесплатна. Компания «Денежный поток» предлагает новый займ. Легкий. Теперь ставка от 0,5% в день. Всего по двум документам. Одобрение за 15 минут. Точки выдачи по всей республике. Наш адрес. Улица Дзержинского, 11. Первое крыльцо, третий этаж. «Тотал Боди» – это комплексные МРТ головы, тела и суставов. Выявляют мельчайшие анатомические отклонения в организме на самой ранней стадии болезни, когда еще нет никаких симптомов. 634 человека уже прошли это передовое обследование в Якутске. МРТ «Тотал Боди». Моя уверенность в завтрашнем дне. Только в «Викторе Клиник». Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно, не выходя из дома, без комиссий, очередей КАС. В удобное для вас время с помощью онлайн-сервисов. Через портал «Электронная ЖКХ». Через личный кабинет на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций. Через мобильное приложение вашего банка. Помогите оплатить услуги ЖКХ своим родителям, пожилым родственникам. Своевременно оплачивая, мы помогаем обеспечить качество услуг ЖКХ. Комфорт и уют в домах. А мы продолжаем наш эфир. Вы смотрите «Новый день». В рамках национального проекта «Культура» в Якутии проходит модернизация 10 муниципальных библиотек. Так, 23 октября откроется одна обновленная районная детская библиотека. Филиал Булунской межпостеленческой централизованной системы в Тикси. Библиотека имени Некрасова Валдани на днях презентовала свою новую смарт-лабораторию, куда входят комнаты виртуальной реальности, 3D-принтер, интерактивный стол, рабочее место для работы незрячих и слабовидящих посетителей. За счет республики модернизация проходит еще в четырех муниципальных библиотеках – Тампонском, Намском, Олегминском, Усть-Алданском, Улусах. Презентации во всех библиотеках запланированы на 4 ноября. Удаленушка и братец, и диванушка вновь стали частью нашей жизни. На каком же расстоянии ставить диван от телевизора, чтобы был наименьший вред нашему зрению? Для безопасного просмотра минимальное расстояние должно быть не меньше 1,5 метров до телевизора с диагональю 32 дюйма, 1,6 метров для 40 дюймов, 1,7 для 42, 1,9 для 47 дюймов, 2 метра для 50, 2,2 для 55, 2,4 для 60, 2,6 для 65. Обратите внимание, медики не советуют смотреть телевизор дольше 2 часов в сутки, независимо от правильности размещения. Продолжаем наш эфир. К нам в студию подошел следующий гость. Это Сергей Вилевич Ситынь, инспектор пропаганды управления ГИБДД МВД по республике, майор полиции. Он расскажет нам о республиканской акции «Самый важный на дороге». Доброе утро! Доброе утро, Мария! Доброе утро, уважаемые телезрители! Действительно, в республике с 20-го числа стартовала социальная кампания «Самый важный на дороге». Что означает такая кампания? «Самый важный на дороге» – это, конечно же, наши дети. Цель этой кампании – привлечь взрослое население республики к проблеме детского дорожного транспорта, травматизма. Ведь на дорогах республики, вот, например, за прошедшие 9 месяцев произошло 73 ДТП с участием детей. К сожалению, 3 ребенка погибли. 90 детей получили травмы различной степени тяжести. Вот в связи с этим проводятся такие кампании. Значит, кампания проводится совместно с Министерством молодежи, волонтерскими организациями, юными инспекторами движения. И кампания проводится по всей республике. Значит, во время кампании преподаватели, инспекторы ГИБДД будут проводить лекции, беседы в школах, в том числе в дистанционном режиме. Флэш-мобы тоже в дистанционном режиме. Помимо этого, вот в городе Якутске на главных площадях города всех участников дорожного движения встречают зебра и волонтеры из отряда студентов СФУ, которые разъясняют и взрослым, и детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, как правильно объяснять ребенку для взрослых правила дорожного движения. Ведь если каждый участник дорожного движения, учитель в школе будет напоминать, например, на последнем уроке о необходимости соблюдения правил дорожного движения, родители, когда отправляют ребенка в школу, будут тоже помнить об этом и напоминать ребенку. что водители на дорогах, которые видят на дорогах детей, будут особенно внимательны, если они видят детей в дворовых территориях, то мы добьемся снижения уровня детского дорожного травматизма. А на площадях города, значит, вот эта зебра объясняет детям о правилах дорожного движения. Вот мы видим как раз эту зебру на экранах наших телевизоров. Как же реагируют юные участники дорожного движения? Ну, дети с удовольствием отвечают на вопросы. Зебра задает им вопросы, объясняет и дарит вот такие световозвращатели детям. Вот такие листовочки, буклеты, брелоки, сувенирную продукцию. Так, давайте еще раз покажем. Вот у нас как раз ролик закончился. Крупно покажем, какие подарки можно получить от нашей зебры, которые вы встретите на улице. Пожалуйста, не проходите мимо, не убегайте от нее. Так, также вот такие вот листовочки обязательно надо будет прочитать. Выполнено в очень красочных ярких цветах. Так что будет наверняка интересно даже самым младшим школьникам. Да, конечно. Так, еще что будет во время акции? Ну, вот я еще сказал, что во время акции будут проводиться в школах занятия по безопасности дорожного движения. Ну, не только в школах, а во всех учебных заведениях республики. Флэш-мобы. И помимо этого, любой житель республики может поддержать данную акцию с фотографией в Инстаграме, значит, со соответствующим хэштегом. Самый важный на дороге – маленький пешеход. Ребенок в автомобиле – самый главный пассажир. Автокресло важнее игрушек. Если вы пришлете в Инстаграм фотографию с таким хэштегом, значит, хэштег самый важный на дороге, значит, поддержите эту акцию. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, с какого возраста надо обучать ребенка правилам дорожного движения? С какого класса, либо там с садовского возраста? Конечно, с садовского возраста. Это должны начинать уже делать родители в детских садах. Также мы в детских садах тоже сотрудники ГИБДД проводят работу. Значит, и беседы, и мультфильмы показывают детям по безопасности дорожного движения. Ну, эта работа должна быть системной. То есть, начиная с маленького возраста и продолжаться, она должна постоянно, на протяжении практически всей жизни, я думаю. Потому что взрослым тоже надо часто напоминать о безопасности дорожного движения. Очень часто в нашей суете современные взрослые забывают об этом, а о детях тем более говорить нечего. Даже дети, многие лучше знают правила дорожного движения, чем взрослые пешеходы, я имею в виду пешеходов взрослых, конечно. Но дети, когда выходят на улицу, когда начинают играть, они, конечно, забывают обо всем. Поэтому надо часто всегда помнить о том, что на дороге чужих детей не бывает. Увидели ребенка, возьмите за руку, помогите перейти дорогу. Увидели, если дети играют возле проезжей части, остановитесь, сделайте замечание. Если вы водитель, во дворе начинаете движение, тоже помните, что во дворе, особенно, дети могут появиться хоть откуда. Из-за стоящего транспорта, выбежать из детской площадки. Вот у нас бывают ДТП именно во дворовых территориях. То есть это ответственность каждого? Конечно, ответственность каждого. Цель этой компании, да, чтобы понять, что взрослый человек, это каждый взрослый человек ответственный за детей на дороге. А вот сейчас, как мы знаем, многие школы перешли на дистанционное обучение. Онлайн-уроки вы проводите? Да, онлайн-уроки проводятся. Значит, это вот сейчас в Zoom, различных WhatsApp, в мессенджерах. То есть, да, проводятся дистанционные занятия. А акция вот эта в Улусах как освещена, как проводится? В Улусах то же самое. Мы вот эту продукцию передали в районы. Значит, мероприятия будут проходить также и в районах республики. Зебра доехала? Ну, нет, зебра не везде будет, конечно, но у них свои будут там способы проведения мероприятия. Ну, раздаточную продукцию, конечно, да, мы раздали по всей республике. А вот вы как давно работаете вообще в ГИБДД? В ГИБДД я работаю 25 лет. За это время наверняка многое повидали, да? Конечно, да, да. Но все равно, когда происходит ДТП с участием детей, к этому привыкнуть невозможно. Вот хочется обратиться, конечно, ко всем участникам дорожного движения. Вроде бы незначительные бывают иногда нарушения, но из-за любого незначительного нарушения может произойти трагедия. Поэтому правила дорожного движения соблюдать надо четко и всегда о них помнить. Всегда помнить о том, что, выйдя на улицу, вы становитесь участником дорожного движения. Независимо от того, сели вы за руль, идете вы пешком или вы пассажир. Все вы участники дорожного движения. Уже выйдя с улиц. Да, а дети среди них самые главные участники дорожного движения. Сергей Вилевич, у вас есть уникальная возможность в прямом эфире обратиться к телезрителям, ко всем жителям нашей республики, пожелать и проинструктировать. Уважаемые взрослые участники дорожного движения, я обращаюсь к вам. Помните о том, что самое важное на дороге – это ребенок. Не проходите мимо, когда вы видите, что дети собираются перейти дорогу в неположенном месте. Помогите перейти дорогу. Если вы везете ребенка в автомобиль, обязательно пристегивайте его соответствующим образом, согласно правилам дорожного движения. Не покупайте детям. Сейчас очень много новомодных средств передвижения. Это электросамокаты, различные скутеры. Если вы купили такое средство передвижения, то обязательно надо контролировать, как ребенок его использует. То есть не отпускать, просто так контролировать. Конечно, конечно. Потому что если вы купили, то будьте, пожалуйста, ответственны за то, что вы делаете. Спасибо большое, Сергей Вильевич, за то, что объявили такую очень важную, нужную акцию, чтобы она прошла успешно. Мы желаем всем нашим жителям республики, потому что это имеет значение для всех. Нас дети есть у всех. Мы желаем вам хорошего дня и удачной рабочей недели. Спасибо. Всего доброго. Дорогие телезрители, я хочу зачитать еще поздравление. Дорогую любимую дочку и сестру Альбину Николаевну поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья. Мы тебя очень-очень любим. Твой отец Николай Дмитриевич, Абутовы, Сметанины из поселка Сангар, Кобяйского улуса. Также любимую супругу Прокопьеву Софью Павловну. Поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы притворялись в жизни все твои задумки. Желаем крепкого здоровья и счастливой жизни. С поздравлениями, супруг, дети, мы тебя очень-очень любим. Вот такие вот теплые пожелания и поздравления. А на этом наша передача потихоньку подходит к концу. Мы же напоминаем, что самые важные участники дорожного движения – это наши дети. Будьте аккуратны, осторожны, тем более сейчас гололед. Одевайтесь теплее на улице во всю зимушка-зима. Так что берегите себя, носите маски во всех общественных местах. Чаще мойте руки, берегите себя, своих детей. А далее я передаю слово своим коллегам из якутского блока Пелагея и Джулусу. Кстати, поздравляю с именином свою дорогую коллегу Пелагею. Сегодня у нее именины. Всего вам доброго и хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok Федеральный закон о любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации вступил в силу с 1 января 2020 года. Новая трактовка закона регулирует организацию любительского и спортивного рыболовства. Суть закона состоит в том, что рыболовство осуществляется на водных объектах общего пользования гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно. На территории Республики Саха-Якутия суточная норма вылова регламентируется правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. На территории Республики для каждой группы районов установлена своя суточная норма. Также с 1 января 2020 года в силу вступили правила учета рыболовных сетей и их обязательной поштучной маркировки, которые осуществляют территориальные органы Федерального агентства по рыболовству. Учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Запрещается добыча водных биоресурсов с применением сетных орудий добычи в водных объектах рыбохозяйственного значения, за исключением добычи на рыболовных участках, предоставляемых для организации любительского лова, на участках водных объектов, указанных в приложении номер 3 «Правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна» и на изолированных Карасевых озерах, не имеющих гидрологической связи с рекой и непредоставленных под рыболовные участки. Вне рыболовных участков запрещается применение сетных орудий. Разрешены только крючковые снасти, спиннинги летние и зимние удочки, закидушки и так далее, с общим количеством крючков не более 10 штук у гражданина. С полным списком разрешенных орудий можно ознакомиться в правилах. Реки влияют на все сферы человеческой жизни. Вокруг них история и культура народов республики. В наших силах сберечь реки и их обитателей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова